Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На прошлой неделе министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил и сообщил, что идет расследование в отношении межрегиональной финансовой пирамиды, подразумевая, по всей видимости, кооператив Bestway. В данном видео мы просмотрим видео с выступлением Колокольцева и обсудим обращение, опубликованное в телеграм-канале кооператива Bestway по данному поводу. Итак, давайте вначале рассмотрим фрагмент выступления Владимира Колокольцева, опубликованный в новостях. Как установили полицейские, были обмануты 110 тысяч человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Расследование этого резонансного уголовного дела на контроле у министра внутренних дел. Злоумышленники предлагали якобы улучшить жилищные условия и получить доход от инвестиций. Пять участников, включая организаторов, объявлены в розыск. Четверо заключены под стражу. Для возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и имущества стоимостью 5 миллиардов рублей, а также 2,5 тысячи квартир в 10 субъектах Российской Федерации. А вот какой комментарий по данному выступлению был опубликован в официальном телеграм-канале кооператива Bestway. На этой неделе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая перед сенаторами в Совете Федерации, сообщил о расследовании уголовного дела в отношении межрегиональной финансовой пирамиды. Несмотря на то, что Колокольцев не называл конкретных организаций, очевидно, что речь идет в том числе о потребительском кооперативе Bestway. И дальше идет цитата из выступления Колокольцева. В текущем году задокументирована деятельность преступного сообщества. Злоумышленники предлагали якобы улучшить жилищные условия и получить доход от инвестиций. Пять участников, включая организаторов, объявлены в розыск. Четверо заключены под стражу. Для возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и имущества стоимостью 5 миллиардов рублей, а также 2,5 тысячи квартир в десятках субъектов, цитирует генерала полиции официальный сайт МВД. А дальше идет комментарий уже непосредственно от руководства кооператива. По понятным причинам, вынесение на столь высокий уровень темы уголовного дела, расследование которого затрагивает в том числе Bestway, вызвало волнение у многих наших коллег и пайщиков, а также у тех, кто занимается очернением кооператива в интернете. Однако, хотим напомнить, что на не менее высоком уровне, ровно месяц назад, тема работы кооператива обсуждалась в другой палате, точно того же российского парламента в Госдуме. На экспертной сессии жилищная кооперация и антикризисные меры в условиях санкций депутаты Госдумы, председатель Совета ПК Bestway Сергей Крючек, член Совета по правам человека при президенте России адвокат Шота Гаргадзе пришли к выводу о том, что жертвами атаки силовых структур на Bestway явились десятки тысяч пайщиков кооператива. А фактическая блокировка деятельности кооператива, проведенная в том числе через арест его счетов, вызывает большие вопросы к соразмерности предпринимаемых следствием мер. Не исключено, что достаточно жесткое, хотя и лаконичное выступление Колокольцева в Совете Федерации явилось своеобразным ответом депутатам и общественникам, которые месяц назад по итогам круглого стола в Госдуме направили запросы во все инстанции, включая Генпрокуратуру, с требованием разъяснить, по каким причинам блокируется деятельность кооператива, который 8 лет до этого не вызывал вопросов, действуя сугубо в российском правовом поле, и в связи с чем блокировка оказалась возможной благодаря оценочным мнениям чиновников Центробанка, структуры, которая де юре не имеет никакого отношения к регулированию деятельности потребительских кооператив. Стоит также отметить, что уголовное дело, с некоторыми эпизодами которого косвенно связан Бествей, возбуждено и расследуется больше года. В рамках расследования, а также в связи с несогласием с действиями следователей, были возбуждены и прошли десятки судебных заседаний по всей стране. Оспаривалась правомерность ареста и квартир, и счетов Бествия, логика работы следствия, причина, по которым следствие в своей работе ссылается на невлекущие юридических последствий, публикации на сайте Центробанка и т.д. и т.п. Исследователями и адвокатами кооператива в этом году проведена огромная, многогранная работа, которую вряд ли стоит недооценивать. Каждый делает свою работу и, очевидно, делает ее с должным тщанием и усердием. И вряд ли одно единственное выступление Колокольцева способно кардинально скорректировать тактику работы следствия и предпринимаемые адвокатским корпусом кооператива усилия по защите прав как самого Бествия, так и его пайщиков. Безусловно, выступление руководителя МВД – это не просто реплика в сторону Бествия. Однако и переоценивать это выступление вряд ли стоит, особенно с учетом того, что фактически на разных площадках российского парламента состоялся обмен мнениями между федеральными чиновниками и депутатами. Мнения эти разнятся, но и вопрос непростой. Ну и вся фабула уголовного дела в настоящий момент уже была и продолжает являться предметом судебной проверки в многочисленных судебных разбирательствах. В этих процессах МВД, которая возглавляет Колокольцев, является одной из сторон сложного юридического спора. Причем не только участником процесса со стороны обвинения, но часто и ответчиком, и, конечно, заявителем, когда запрашивает разрешение на очередной арест имущества или его продление. Поэтому, оценивая выступление Колокольцева, нельзя забывать о принципе разделения властей в российской правовой системе на законодательную, исполнительную и судебную. Может ли выступление Колокольцева повлиять на беспристрастную позицию судов? А суды по всей стране не единожды доказывали верность принципам права, особенно в ситуации, когда в зале суда участвовали не только представители полиции, но и защита кооператива. Вопрос, к счастью, скорее риторический, чем философский. Добавим также, что Владимир Колокольцев в Совете Федерации озвучил то, что достаточно хорошо известно всем заинтересованным сторонам. Известна позиция следствия, самого кооператива и пальчиков. Известен ущерб, который не без усилий следствия и сочувствующих граждан за год вырос в 10 раз. Однако логика ответственности кооператива за ущерб по уголовному делу до сих пор не ясна никому из акторов. Известен и объем заблокированных на счетах кооператива средств, который на несколько порядков превышает размер ущерба. Все это известно, много раз обсуждено, и возбуждение многих наблюдателей, связанное с выступлением Колокольцева, удивляет. Министр повторил то, о чем как адвокаты кооператива, так и многочисленные СМИ рассказывают на протяжении многих месяцев. Выступление руководителя МВД в Совете Федерации подчеркивает тот очевидный факт, что расследование уголовного дела, в которое втянут ПК Бествей, находится в зоне внимания руководства страны. Это и депутаты, и сенаторы, и руководители федеральных ведомств. Через кейс Бествея обсуждается тема кооперативного движения в стране по той модели, которая была избрана при создании ПК Бествей. Фактически, сейчас решается вопрос о том, быть этому движению, этому явлению в принципе, или не быть. И каждый из нас должен задать себе вопрос. Какой инструментарий вы считаете допустимым для решения жилищных проблем российских граждан? Если это исключительно банковское кредитование по навязанным Центробанкам через ключевую ставку процентам, то Бествей и Ижи с ним, конечно, не нужны. А если нужна альтернатива, то адвокатам кооператива нужно пожелать удачи. И последнее. В текущей ситуации должны оставаться неизменными базовые ценности, число которых входит независимость судебной системы, презумпция невиновности и конституционные права на судебную защиту. В этой связи призываем и пайщиков кооператива, и его сторонников, и его противников не искать в значимом выступлении министра внутренних дел двойного и тройного дна. Министр довел до сведения сенаторов позицию своего ведомства по вопросу, который до этого попал в зону повышенного внимания всего российского парламента, что и было принято к сведению. Вот такой комментарий опубликовало в своем телеграм-канале руководство кооператива Bestway. Вчера в нашем телеграм-чате мы провели голосовой созвон, на котором я попросил участников созвона также высказать свое мнение по выступлению Колокольцева и по комментарию от самого кооператива. Алена Магистратова, которая присутствовала на данном созвоне, дала следующий. Юрист Алена Магистратова, которая присутствовала на данном созвоне, дала следующий комментарий. Да, есть Андрей. Слышно меня? Алена Магистратова. Да, добрый день. Алена Магистратова. Ну, как всем известно, я ярый защитник кооператива, поэтому давайте выскочим. Ну, во-первых, про выступление Колокольцева и вот про эту публикацию. Ну, я считаю, что слишком много внимания этому уделили вообще. То есть, ну, на мой взгляд, даже непонятно, о кооперативе он говорит или нет вообще. Потому что очень много других совпадений. Я вот специально после его выступления полистала, ну, чаты, там какую-то информацию в интернете и по Финника. Оказывается, там буквально вот на днях задержали еще кого-то. Я не помню фамилию, я не слежу за этой компанией. Но там в настоящий момент четверо в заключении и пятеро в розыске. Ну, то есть тоже совпадение, да? Потом по суммам тоже, ну, много нестыковок, скажем так. Так, 5 миллиардов имущества у кооператива не арестовано. У кооператива арестовано в общей сложности 12,5 миллиардов по катастрою стоимости. Вот. И еще какое есть совпадение с Финника? Ну, опять же, это только мое мнение. То, что у них же была там какая-то жилищная программа, то есть когда оплачиваешь 35% и потом покупаешь себе квартиру. И вот эти вот документы о том, что ты квартиру купил, предоставляешь как бы в компанию Финника. Вот. И тоже, опять же, прочитала где-то в публикациях о том, что вот эти квартиры признаны как незаконное обогащение, то есть и они под арестом. Я не знаю, ну, насколько это достоверно. Это просто то, что прочитала в интернете, еще раз говорю, потому что я за этой компанией не слежу. Это первое, что хотела сказать. Так что, может, даже и не об этом говорилось. И что там еще какое-то было несовпадение? 110 тысяч потерпевших, что ли? Ален, я добавлю, да, смотрите, в тексте, который я зачитал, буквально первый абзац, последнее предложение. Несмотря на то, что Колокольцев не называл конкретных организаций, очевидно, что речь идет в том числе о потребительском кооперативе Bestway. То есть, да, возможно, в своем выступлении Колокольцев затрагивал какие-то еще другие организации, а Bestway просто в том числе оказался. Поэтому, ну, действительно, здесь не до конца понятно. Поэтому именно из-за этого могут и не совпадать цифры. Потому что если, скажем, несколько каких-то компаний и проектов объединили именно в одно дело, ну, наверное, в этом случае цифры будут не совпадать. Ну, может быть, может быть, да. Но вот я именно об этом и говорю, что слишком много внимания, на мой взгляд, этому выступлению уделили, потому что... Точнее, не потому что много внимания, а потому что непонятно, что это конкретно о кооперативе речь. Ну, хотя не исключено. Может быть и да, может быть и нет. Но вот с точки зрения, если нет, я уже сказала, что, может быть, и другие варианты. А с точки зрения, если да, то есть если действительно он имел в виду кооператив, то я, в принципе, согласна и с вашим личным мнением, то, что вы сейчас озвучили, и то, что вот на... Ну, в кооперативе, да, где вы прочитали это... Ну, вот это вот сообщение, откуда вы его прочитали. И то, что там говорят, то, что в любом случае решение выносит суд, и в судах позиция, ну, ясна. Я уже неоднократно об этом в чате писала и говорила о том, что ни одного нет документального подтверждения того, что кооператив действует незаконно, и его нужно закрыть. Ну, кроме арестов счетов. Но аресты счетов — это обеспечительные меры, это не закрытие организации, это совсем другое. Но зато есть четыре действующих постановления суда о том, что действия следствия признаны незаконными. Поэтому позиции судов... Суды разбираются не так, как следствие. Это разные структуры и разные, как сказать, системы оценки, что ли, как правильно выразиться для того, чтобы слушателям, не юристам было понятно. Потому что следствие все оценивает с точки зрения преступления, а суд — с точки зрения предоставления юридических аргументов. Ну, я надеюсь, что понятно выразилось. Действительно, когда аресты накладываются на счета кооператива, то это делается, когда присутствует следователь, прокурор и судья. Все. Больше никого. То есть там звучит только одна позиция. То есть позиция мнения с одной стороны. И тогда арест накладывается. Когда же назначается апелляция, то есть когда по жалобе кооператива либо по жалобе пайщиков происходит рассмотрение уже в другом порядке, когда предоставляют пайщики свои документы, когда предоставляет кооператив адвокаты свои документы, тогда это решение отменяется. И такую процедуру мы уже наблюдали четыре раза. Это все происходило уже четыре раза за эти несколько месяцев. Поэтому есть все основания полагать, что когда будет полноценное судебное разбирательство, то будет решение, скажем так, в пользу кооператива. То, что его смешивают с другими компаниями, ну, это общеизвестный факт. Никто как бы этого не скрывает, что смешивают. Но по факту документальных никаких подтверждений нет. А то, что было в одном из последних судебных заседаний... Вот, знаете, я не знала, что будет эфир, и поэтому просто вышла в эфир, чтобы что-то сказать. У меня нет перед глазами документов. Я буду говорить своими словами. В одном из последних судебных заседаний был задан конкретный вопрос. То есть следствие всегда говорит о том, что, ну, вот потенциально 12 тысяч потерпевших. Был прямой вопрос задан. Тогда сколько на сегодняшний момент есть в материалах уголовного дела, сколько есть заявлений и постановлений о признании потерпевшего? То есть там-то что-то около 28, что ли? Ну, в общем, меньше 100, скажем так. Не помню точную цифру. Был такой ответ. Был следующий вопрос от адвокатов кооператива. Тогда почему вы считаете, что 12 тысяч потерпевших, если по факту у вас вот, ну, сколько там, 20-30 заявлений? Ну, потому что люди пока не поняли, что их обманывают. Ну, то есть как-то примерно вот так вот это звучало. Там были пайщики присутствовали на том судебном заседании, о котором я говорю. Пайщики тоже задавали вопросы. И следствие обращалось к пайщикам. Ну, и говорило с пайщиками. Да вы поймите, там же деньги разворованы. Ну, я тоже своим языком говорю. Было более юридически это сказано, конечно. Там же разворованы. Вот там уже эти деньги не шли на предпринимательскую деятельность. Эти деньги не шли на покупку квартир. То есть стоят в зале суда пайщики, у которых документы на квартиры. Они живут в этих квартирах. У них справки о том, что они там прописаны. У них квитанция об оплате и так далее. И следствие им доказывает, что нет, вы не живете в квартирах. Ну, как это вообще в голове может уложиться? Были опять же заданы конкретные вопросы. Хорошо, если у вас есть подтвержденные факты о том, что деньги куда-то уходили в теневой оборот, как выражается следствие, тогда, пожалуйста, предоставьте документы о том, что действительно были факты, есть установленные факты того, что деньги уходили в теневой оборот. Ну, на что следствие сказало, что это тайна следствия и не может предоставить. Тогда судья сказал, хорошо, предоставьте суду на обозрение эти доказательства. Ну, то есть действительно есть такой порядок, что пока идет следствие, ну, некоторые документы скрыты. Некоторые нельзя разглашать. Ну, суду тоже не предоставили эти документы, соответственно. То есть мы просто за столько месяцев вот этого противостояния не было предоставлено до сих пор ни одного доказательства того, что действительно была какая-то там растрата или что-то. Статья растрата, она в первых каких-то постановлениях была, присутствовала, потом ее вообще убрали оттуда. То есть само следствие не нашло подтверждения того, что была растрата. Ну, в общем, все, что происходит в судах, вот я вам говорю, что это более объективная информация. За счет чего? За счет того, что там есть две стороны. Все, что происходит отдельно, когда нет представителей кооператива, то да, накладываются аресты. То, что нет документального никакого подтверждения связи какой-то, кого-то с кем-то, то на что ссылается опять же следствие, почему, то есть арестовываются, допустим, счета кооператива. Почему? Они говорят, ну, потому что вот Роман Василенко в розыске. Пальчики задают вопрос. Хорошо, какая документальная связь, почему, то есть, должны быть арестованы при этом счета кооператива. Ну, да, Роман Василенко в розыске, при чем тут кооператив? Они говорят, потому что он является руководителем, имеет доступ, там, электронную цифровую подпись и может, если снять аресты со счетов, то может, значит, воспользоваться и вывести деньги в теневой оборот. Тут же предоставляются документы о том, что Роман Василенко не является председателем, что у него нет права первой подписи, что у него никогда не было электронной цифровой подписи на распоряжение банковскими счетами. Тут же предоставляются документы о том, что счет имеет целевое назначение, ну, это было разбирательство по счету в Сбербанке именно. А в Сбербанке счет целевого назначения, с которого только квартиры покупаются и только возврат средств пайщикам, которые решили выйти. Вот. И тут же предоставляются эти документы суду, и следствие просто как-то, ну, невнятное что-то мычит, то есть им даже нечего ответить. Понимаете? И, естественно, на таких заседаниях, то есть выносится решение о том, что незаконные действия, что, пожалуйста, примите меры, ну, это я уж тоже сейчас своим языком говорю, о том, что рассмотрите еще раз, каждый раз заявляется о том, что несоразмерность суммы ареста, то есть счета арестованы там в общей сложности 3 с чем-то миллиарда, в общей сложности арестованы на счетах, а какой-то ущерб предъявляют там что-то 35, по-моему, миллионов. Ну, то есть это в много тысяч раз, скажем так, превышает. Сумму предположительного ущерба. И поэтому, когда идет разбирательство именно в суде с предоставлением всех доводов, всех доказательств, когда не просто там по каким-то заявлениям, а когда действительно эти заявления, ну, допустим, признали кого-то потерпевшим, нужно же обосновать, что этот человек действительно является потерпевшим, что на самом деле ему причинен какой-то ущерб. И когда начинают выясняться вот эти вот отношения, то есть выясняются вот эти обстоятельства, почему его признали потерпевшим, выясняется, что, ну, один случай расскажу. То есть человек написал заявление о том, что он потерпевший, что он хочет забрать свои паевые средства. И выясняется, что не был соблюден судебный порядок. То есть по факту он не написал заявление в кооператив, чтобы ему вернули эти деньги, а написал заявление в правоохранительные органы. Ну, как вот вы сами считаете, Андрей, даже как не юрист, вот это вообще правильно? То есть вы, например, в магазине купили молоко, оно там, не знаю, кислое оказалось. Вы куда должны идти? В суд подавать, чтобы вам вернули деньги за молоко? Или в магазин прийти и сказать, что вот верните мне деньги за молоко? Просто как здравомышленный человек. Ответьте, пожалуйста, Андрей. Ну, я так понимаю, сначала надо в магазин, а если уже, допустим, магазин на встречу не идет, и надо вопрос решать, там могут быть дальнейшие действия. Да. Я вот совершенно с вами согласна, то есть это даже не надо быть юристом, чтобы эту логику понимать. А здесь получается, что признается потерпевшим человек, который даже не обратился в кооператив. Он даже заявление туда не подал никакое, а претензии какие-то предъявляют. Я это не к тому, чтобы, ну, то есть я не хочу обвинять людей, потому что они чаще всего просто не понимают. Чаще всего они верят каким-то рассылкам, то есть правоохранительные органы делают откровенные рассылки. Просто на почту пайщикам пишут, что, допустим, пайщик запрашивает документы свои по кооперативу, потому что документы все изъяты, как мы знаем, обыски были, да, они изъяты. И пайщик запрашивает свои документы, то есть собственный свой договор, копию хотя бы. То есть, ладно, оригинал у вас там где-то там чем-то занят, там в экспертизах участвует или где-то. Копии мне выдайте, пожалуйста. В ответ на это следствие присылает ответ примерно такого содержания. Нужно удостовериться вашей личности, позвоните по телефону там и договоритесь, в общем, для того, чтобы прийти на допрос и подтвердить вашу личность. Ну, примерно так это звучит. Звонит человек, у него спрашивают, сколько вы потеряли в кооперативе. Он говорит, я не потерял, мне нужны мои документы, мой договор, мне там что-то, прописку нужно оформить, допустим. Они говорят, ну, тогда вы нам неинтересны. То есть, откровенно, следствие просто, ну, ищет потерпевших всеми возможными путями. Оно этого даже не скрывает. То есть, даже везде в судах говорится о том, что, да, вот вас 12 тысяч, что же вы к нам не идете? Идемте, приходите, пишите заявление. Поэтому, ну, что касается именно выступления Колокольцева, еще раз повторюсь, я считаю, что слишком много внимания этому уделено. Я могу только говорить о достоверных фактах. Для меня достоверные факты – это то, что есть в решениях судов. То есть, то, что есть в решениях, то, что можно прочитать, увидеть, услышать, где есть ответы следствия, где есть ответы адвокатов, где есть непредоставление никаких документов по ущербу, который кооператив причинил каким-то своим пайщикам. То есть, ну, я считаю, что тут… Ну, как сказать, я считаю? Мое мнение, что в любом случае кооператив отстоит свое право, то есть, считать я так, конечно, не могу. Я могу только говорить свое мнение, но оно основано именно на фактах, которые происходят в нашей реальности в настоящее время. Алёна, ну, спасибо за комментарий. Насколько я вижу, вы достаточно глубоко там отслеживаете именно деятельность по ПК. Вы, ну, изучали эти все документы в бумажном виде или прямо на заседаниях присутствовали? Ну, лично я прямо на заседаниях ни разу еще не присутствовала, ну, в связи с отдаленностью. Как только у меня появится такая возможность, я обязательно буду присутствовать. Но письменные ответы я точно такие же от следствия получаю. То есть, точно такой же ответ приходил мне. Я точно так же звонила, вот как я вам рассказываю, да, разговор со следователем. Я точно так же звонила, и мне сказали, если вы не потерпевши, что-то озвоните. Вы нам тогда неинтересны. Приходите, пишите заявление и вернете свои деньги. Я говорю, я не хочу возвращать свои деньги, я хочу вернуть свои документы. Мне нужен договор с кооперативом, мой договор, мой личный, мне не надо чужих. Мой личный договор. Но, тем не менее, их не возвращают. То есть, прямо в судах нет, я не присутствовала. Но слежу действительно глубоко и изучаю по судебным решениям. А когда вы становились пайщиком кооператива, я думал, что, ну, одна копия остается у кооператива, а другая выдается вам, как пайщику. Разве у вас нет своего экземпляра? Дело в том, что у кооператива нет документов, и он не может заверить копии, потому что ему их не с чем сравнить. Поняли, о чем я говорю? То есть, для того, чтобы копия одна есть, она просто, ну, просто экземпляр. Для того, чтобы копия была заверенной, для того же, например, обращение в суд. То есть, понимаете, чтобы мне обратиться в суд, мне нужно предоставить заверенную копию. А заверенную копию мне кооператив дать не может. В обычном положении я бы взяла эту копию кооператива, а сейчас не могу, потому что у кооператива нет оригиналов. Эти оригиналы находятся у следствия, а следствие заверенной копии не выдает. Тем самым ограничивает мой доступ к правосудию в том числе. То есть, это своего рода такой тупик, что если надо какие-то вопросы решить с документами, да, то пока на данный момент все в подвешенном состоянии. Еще вопрос у кого-то может возникнуть. У вас, ну, юридическое образование есть, или вы просто пайщик, который старается разъесть? Есть. У меня есть юридическое образование, специальность по образованию – это хозяйственное право. Это организация, реорганизация, ликвидация юрлиц и банкротство. Поэтому, когда я даю комментарий о том, если будет ликвидация, то как она будет происходить, я это говорю не просто так, не понаслышке. И в то же время я, несмотря на образование, чуть другое, но тем не менее я занимаюсь недвижимостью много лет. И именно, то есть, знаю не понаслышке об ипотеке, о строящемся жилье, ну, о многих-многих вариантах приобретения жилья. То есть, моя, как бы, ну, специализация, где я именно работаю – это недвижимость. И да, я пайщик. Спасибо за пояснение. Коллеги, есть у кого-то еще комментарий? Кто-то хочет добавить? Пожалуйста. Так. Мекку у вас была поднята рука. Хотите что-то сказать или случайно нажали? А мне можно вопрос? Да, Елена, говорите. Да, здравствуйте. Это сейчас я на пенсии, а то я тоже агент в БТИ, проработала очень долго. А вопрос к Елене все-таки. Где квартиры находятся, балансы, на балансе у кого? Это первый вопрос. А вопрос о второй краткий – холдинг это или не холдинг? По ее, ну, ее вариант ответа. Ну, видимо, к Алене, да, наверное, хотели сказать вопрос? Видимо, ко мне. Наверное, да. Да. Что вы подразумеваете, как на балансе у кого это? Что имеете в виду? Кто является собственником? Чье право собственности зарегистрировано в Росреестре? Да, квартиры, как вы говорите, люди прописаны, все это понятно. А балансы содержания где? У кого они стоят на балансе? В Росреестре зарегистрировано право собственности на кооператив до момента полного расчета за квартиру. В том же самом Росреестре, кроме всех прочих документов, зарегистрирован акт приема-передачи. Он регистрируется одновременно с договором купли-продажи. То есть, смотрите, это как трехстороннее соглашение. Получается, есть продавец квартиры, ну то есть, кто продал ее просто, да, человек, не имеющий отношения к кооперативу. Есть кооператив, который выступает как покупатель. И есть пайщик, в чьих интересах приобретается это жилье. То есть, соответственно, регистрируется договор купли-продажи, где две стороны, это продавец и покупатель, то есть кооператив и продавец. И третья сторона, это регистрируется акт приема-передачи, где пайщик прописан, что именно в его интересах приобретено это жилье, и что именно он имеет право безвозмездного пользования. И если в случае ликвидации предприятия это дает ему право, сейчас скажу слово, забыла, преимущественное право выкупа. А слово обременение там звучит? Ну нет, слово обременение не звучит, потому что оно само по себе исходит, из самого права исходит обременение. О том, что есть человек, у которого есть право требования именно на эту конкретную квартиру. Слово обременение нет. Понятно. А есть такие люди, хотя я в принципе не в кооперативе, но просто чисто любопытный такой вариант вопроса вашего ответа. А есть кто уже полностью выкупил квартиру и приобрел собственность, снял обременение, снял, ну все, вышел из кооператива. Да, я поняла ваш вопрос. Да, Елена, я поняла ваш вопрос, я готова ответить. Конечно, есть. По официальным данным, которые были на момент, когда работал сайт, это было, дай бог памяти, я могу ошибиться в цифрах, ну примерно где-то 350 человек, которые уже перевели в собственность к себе, то есть заранее, до того, как вся эта кутерьма началась, так скажем. То есть люди, которые полностью рассчитались и стали собственниками. Это происходит процесс не снятия обременения, вы как бы путаете с ипотекой, это в ипотеке есть обременение, да, и оно снимается. Здесь происходит переуступка права. То есть полностью право регистрироваться на того человека, у которого до этого был акт приема передачи. И в момент, вот сейчас в процессе, пока вот эти вот уже тут разбирательства идут, да, то есть вот за эти 8 месяцев, там примерно сколько прошло времени, за это время порядка где-то 70-80 человек есть, которые полностью выплатили свои средства, то есть полностью рассчитались, и вот они в судебном порядке переоформляют сейчас право собственности на себя. Много процессов идет в настоящее время, то есть они еще не завершены. И есть также положительная практика судебная о том, что, ну переоформляют, то есть по судебному решению. Если до вот этой вот заварушки, скажем так, это делалось просто, то есть получаешь в кооперативе справку о полном выплате паи, идешь в Росреестр и регистрируешь право, все, в течение трех дней проходит регистрация, то сейчас людям приходится еще и такие неудобства терпеть, то есть еще и через суд предоставлять все документы об оплате, доказывать, что он добросовестный покупатель, предоставлять все документы, то есть соответственно, и через суд заканивать свое право собственности. Я поняла, а то тут много разговоров, но я говорю, я не в кооперативе. А второй вопрос, холдинг или не холдинг? Ну, я же вам уже ответила, что я опираюсь только на документы. Документально связаны, ну никак не связаны, кроме организации. А вот еще одно замечание, которое, да, я забыла сказать, хотела рассказать как раз об одном из последних судебных заседаний, да. Также был задан вопрос, то есть паищики задали вопрос следователю, почему вы арестовываете, то есть, ну, имущество, да, ну вот потому что Роман Василенко в розыске. Хорошо, а какое отношение имеет Роман Василенко и кооператив? Как они связаны документально? Вопрос звучал именно таким образом, он будет в протоколе судебного заседания, именно таким образом будет прочитан. То есть, как документально связаны? Ну, они связаны тем, что это организатор, то есть, ну, учредитель кооператива Роман Василенко. Как мы знаем, он уже с февраля, либо с марта месяца, не буду, не помню точно число, не является председателем. Председатель это избирательная должность, все то же самое, все документы были предоставлены суду. О том, что он не является председателем и никакого, то есть, права управления вообще не имеет в настоящее время. Следствие говорит, ну, он же организатор. Тут же звучит вопрос, а если бы Роман Василенко был еще организатором воскресной школы для девочек, там, церкви, не знаю, стадиона, вы бы имущество всех этих организаций арестовали? Ну, следствие не смогло ответить на этот вопрос. То есть, о чем, то есть, мой ответ звучит каким образом? Говорить, рисовать на слайдах – это одно, а документальное подтверждение – это другое. Никаких финансовых операций у кооператива, кроме тех, которые ему нужны были в соответствии с его уставной деятельностью, нет и не было. До сих пор ни одного факта какого-то вывода денег в теневой оборот нету. Это только предположение следствия. Если бы был хоть один факт, он бы уже давным-давно в судах был предоставлен хотя бы суду для обозрения. Пусть не пайщикам, пусть не адвокатам, но хотя бы суду он бы предоставлен был для обозрения. Раз он не был предоставлен, значит, этих фактов просто нет, это предположение. Вопрос к Андрею. Он все-таки давно уже, и говорят, был, ну здесь давно уже привлекал людей и все такое прочее. Андрей, по вашим меркам мы зашли в холдинг, когда нас предлагали деньги внести на счет? Или это было отдельно от кооператива, как Алена Магистрова все так говорит, мухи отдельно, котлеты отдельно. Что же это было? Ну, я не знаю принципиально для вас это или нет. То есть, как уже мы обсуждали холдинг в переводе с английского держатель. Держать. То есть, когда есть некая главная компания материнская, которая управляет дочерними. Я не юрист, не могу сказать, насколько там эта структура соответствует законодательству или не соответствует. Потому что, опять же, я вчера буквально писал комментарий. Компания Life is Good, юридическое лицо, было зарегистрировано в офшоре Белиз. Гермес менеджмент тоже был зарегистрирован в Белизе. И могут ли две организации быть объединенными в один холдинг, чтобы одна была главной, например, я не знаю. Я не юрист и законодательство Белиза не знаю. То есть, это уже, как говорится, вопрос остается открытым. И Алена упомянула, что насчет документальности. Но, скажем так, по поводу документальности есть, например, договор с консультантом, где прописано количество баллов, которые начисляются консультанту за продвижение продуктов. А продуктом считается кооператив Bestway и продуктом считается счет Vista. То есть, в принципе, договора у каждого консультанта есть. Поэтому я бы не сказал, что тут совсем никаких документов нет. Может быть, нет каких-то договоров между самими юрлицами. Это да. Но какая-то связь, тем не менее, есть. Пускай тут уже следствие рассматривает. Ну, давайте я тоже отвечу тогда, поясню по поводу договора консультанта. У консультанта договор на оказание рекламных услуг. Рекламных услуг. То есть, все, что написано в договоре консультанта, я тоже вам сейчас двумя словами просто скажу без юридических подробностей. Это о том, что этот человек прошел обучение, что он имеет право изучать продукты более глубоко и имеет право о них рассказывать, то есть их рекомендовать. Рекомендовать все. Он не имеет права от лица, там, юрлица Бествэя или другого юрлица заключать договор. То есть у консультанта никогда в жизни не было прав и полномочий на заключение договор от лица какого-либо юрлица. Он вообще ни с кем договора не заключал сам. Он исключительно посредник, который действует в рекламных целях. Поэтому юридически, я тоже не знаю законодательства Белиза, не могу сказать, что там и как может быть, но так как кооператив Бествэй находится строго в юрисдикции Российской Федерации и, соответственно, по кооперативу Бествэй нет никакой юридической взаимосвязи. Никогда денежные средства не передавались от одного другому. То есть, ну, о чем, скорее всего, так и думало, наверное, следствие, ну, когда начиналось расследование, допустим, да, то есть, скорее всего, у них такие были предположения, что деньги из кооператива куда-то там перетекали в офшоры, заходили на какие-то инвестиционные счета, но ничто, ни один этот факт не подтвердился. То есть кооператив всегда работал строго в рамках российского законодательства, именно российского, я подчеркиваю. И поэтому юридической связи между юридическими лицами нет. Ну, смотрите... Финансовых операций нет. Да, но опять-таки вернемся к тем людям, которые написали заявление. То есть, да, есть люди, которые заходили в кооператив напрямую, то есть вносили деньги непосредственно банковскими переводами на счета кооператива. Некоторые сначала заходили, заводили деньги на счет ВИСТа, поскольку им так рекомендовали, что так выгоднее. Им делали кредитное плечо. Значит, они уже выводили, так сказать, средства со счета ВИСТа, а мы знаем, что для ввода и вывода активно использовалась внутрянка. То есть, получается, если у человека спросить, «А как ты деньги в сам кооператив вносил?» Ну да, в сам кооператив он вносил, непосредственно делая перевод на счета кооператива. Это так. Но перед этим он крупную сумму внес на счет ВИСТа, а в этот момент очень часто он передавал деньги некоему физическому лицу, либо наличкой, либо банковским переводом и так далее. То есть, тут, получается, вы говорите, «А как документально это подтверждено?» Так, если человек именно заводил деньги через внутрянку, пожалуйста, есть выписка с банковской карты, что там гражданин такой-то перевел там, допустим, сколько-то сотен тысяч рублей или миллионов на банковскую карту такую-то. Разве это не подтверждение? Другое дело, что вы можете сказать, но это к кооперативу не имеет отношения? Это не имеет отношения к кооперативу, я именно это и хочу сказать. Это исключительно гражданско-правовые отношения между людьми. Как они договорились, кому куда что перевести? Кооператив к этому не имеет никакого отношения. Ну, понимаете, кооператив не имеет, но, насколько я понимаю позицию следствия, они рассматривают все три организации в комплексе, потому что все презентовалось как одна общая структура. Life is good, Hermes и Bestway. Что это такой своего рода холдинг, не знаю, но некая связка из трех организаций. Андрей, давайте тоже я тогда вам задам вопрос, как вот Елена сказала, что вы давно уже следите, ну, участвовали в какой-то мере. Скажите, пожалуйста, обязательно ли для того, чтобы вступить в кооператив, нужно было вступить в какие-то другие компании? Нет, конечно. Нет, конечно. То есть человек мог просто прийти в кооператив и просто купить себе квартиру? Да, но... Юридикции Российской Федерации. Да, но... Во-первых, эта схема именно завода сначала денег насчет Виста открыто рассказывалась на презентациях. То есть, может быть, если бы это была какая-то, как это сказать, серая схема, которую придумали консультанты и там в уголке где-то обсуждали, но тут-то эта схема была достаточно распространенной, и она преподносилась как выгодная. Человеку говорили, так тебе же нужно пай оплачивать каждый месяц. Ты можешь оплачивать его из своего кармана, из своей зарплаты, а ты можешь денежки внести на счет Виста, тебе сделают кредитное плечо, будешь выводить, и, по сути, будешь паевые взносы делать не из своего кармана, а за счет пассивного дохода, который тебе дает счет Виста. Ну, да, я согласен, что кто-то не хотел эту схему применять, и они вносили напрямую в кооператив. Но вот я делал в нашем чате тоже опрос, там, по-моему, где-то процентов 20-25, они эту схему применяли. Ну, Андрей, я не буду с вами спорить, кто и что применял или не применял, у меня нет такой информации. У меня другой вопрос. А что, какие-то подобные, например, схемы, как вы это называете, не применяются в ипотеке, когда предлагают вложить деньги куда-то и оплачивать ипотеку с помощью, там, чего-нибудь, не знаю, доходности, продажи акций, торговли криптовалютой, ну, что еще? Нет таких предложений, не бывает? Нет, нет. Что тогда банки объявим финансовыми пирамидами за то, что они выдали ипотеку, а перед тем, как человек деньги внес в ипотеку, он их кому-то перевел и откуда-то получил? Ну, какие там могут схемы применяться, я, как говорится, в сфере недвижимости не работал, не знаю, вам виднее. Просто я, опять же, рассуждаю с точки зрения, ну, именно следствия, да, то есть я пытаюсь понять, потому что часто звучит вопрос, что пристали к нашему кооперативу, у нас все белому и так далее. Но вот получается еще раз, у нас все по белому, но когда читаем заявление гражданина там Иванова, гражданин Иванов говорит, так, моя схема вступления в кооператив выглядела так, что я перечислил там, допустим, энную сумму рублей гражданину такому-то на банковскую карту, мне открыли там счет Виста, сделали кредитное плечо, потом помогли часть этих денег выводить, конвертировать обратно в рубли, и вот тогда я уже стал вносить в кооператив. То есть как бы для следствия, ну, выглядит, что, ну, не совсем только кооператив здесь использовался. Вот, поэтому и вопросы. Ну, Андрей, я не буду с вами спорить, я не знаю, я не видела... Так, Елена что-то говорит, или просто случайно? Нет, она не про ком. Я не видела такого плана заявлений, не могу, не буду ни отрицать, ни подтверждать, не знаю, может быть и были. Вот буквально недавно вот в вашем же чате обсуждалось, Светлана делилась, да, своей историей о том, что она была только в кооперативе, больше никаких схем, никаких счетов у нее не было. Она, по-моему, называла сумму 240 тысяч, и она признана потерпевшей, хотя в эти 240 тысяч, как она сама же сказала с ее слов, опять же, что она включила туда, посчитала и паевые, и членские, и вступительные, и все на свете. То есть по факту паевых средств там, ну, не могу сказать сколько, ну, пусть половина, допустим, грубо говоря, половина. Половину, которую она может вернуть совершенно законным путем, но тем не менее она хочет вернуть все, и для этого признала себя потерпевшей. Это же ее слова, она сама говорит, что она больше ни в чем не участвовала. Значит, не во всех заявлениях потерпевших такая схема, о которой вы говорите? Нет, не во всех, и я с этим и не спорю. Просто, опять-таки, ну, получается, следствию надо будет разбираться во всех этих случаях, анализировать. Нет, Андрей, не надо во всех этих случаях разбираться. Дело в том, что есть гражданско-правовые отношения, а есть уголовные. Это совсем две разные, как объяснить, весовые категории, что ли. То есть в уголовном процессе разбираются уголовные преступления. Гражданско-правовые отношения между людьми в уголовном процессе не разбираются. Если только это не заведомо ложные показания, не заведомо ложный донос, там, не отказ от дачи показаний, если только вот этого не присутствует всего, тогда это все выясняется в гражданских судах. Я тоже могу просто свое мнение сказать, да, я никак не сотрудничаю с правоохранительными органами, никакой информации от них не получаю, ничего секретного не знаю. Просто свое мнение говорю. Мне кажется, что следствие само ошиблось. Ну, просто это мое мнение, что они, когда начинали действительно расследование, действительно у них было такое впечатление, что это вот что-то, какие-то аферы. То есть, ну, мне так кажется просто. А сейчас уже разобрались, но назад-то пути нет, куда одеваться, надо марку держать и до конца, то есть убить в гор, искать потерпевших. Ясно, хорошо, спасибо. Юрий, микрофон включил, хочешь добавить что-то? Да, у меня вопрос к Алене, да, если консультант оказал услугу, проконсультировал клиента, он вступил в кооператив. Это перечислил деньги в Сбербанк, все понятно. Консультант за это получил гонорар на свой счет. Из каких источников Life is Good перечислял гонорар? Он же должен был сначала в Life is Good получить деньги от кооператива? Должны быть какие-то договорные отношения за осуществление рекламных действий? Ну, я вам могу сказать, что у кооператива никаких подобных договорных отношений с иностранными компаниями не было, кроме оказания рекламных услуг. Каким образом консультант, что он получал, куда, ну, не знаю, спросите у консультанта, где у него есть какие-то подтверждения переводов денежных или чего-то. Ну, каким-то образом, что у него там, не знаю, справка о доходах, какие у него есть подтверждения. Я не могу на ваш вопрос ответить. Я говорю только о тех документах, которые в открытых источниках. В открытых источниках нет персональных данных людей. Как они, что, откуда, сколько получали. Я не могу сказать. Я про то, что чтобы Life is Good имел возможность платить гонорары, на счет Life is Good должны были приходить деньги от кооператива за оказанные услуги по рекламе. Я не могу ответить на ваш вопрос, я не знаю. Таких финансовых документов нет в кооперативе. Ну, а тогда за счет чего Life is Good выплачивал гонорары? Юрий, по всей видимости, это была благотворительность. Ага. Можем много говорить о том, что говорят, и есть факты, которые есть в документах. Я говорю только о том, что есть в документах. Я не могу ответить на ваш вопрос. На многих РБСах это говорилось. Что человек, когда оплачивал отдельным платежом 2000 евро при вступлении в кооператив, что эти деньги и шли в Life is Good для оплаты гонораров по всей структурной лестнице. Ну, я не знаю, возможно, были какие-то там, ну, допустим, за оказание рекламных услуг. Я не могу сказать. Я была на РБСах, и я не слышала, так, что-то плохо слышно стало. Я не слышала о том, чтобы деньги получал человек. Он получал единицы. Вот такая информация была. Ну, человеку начислялись какие-то единицы. И к этим единицам каждую субботу ему начислялись 200 евро. Ну, вам ведь не его консультант. Вы получали за кооператив какие-то гонорары? Я не получал, я знаю. Ну, тогда давайте вы нам ответьте на этот вопрос. Почему тогда вы у меня этот вопрос спрашиваете? Это должен был быть договор официальный между двумя организациями. Между кооперативом и Life is Good для того, чтобы кооператив перечислял деньги в Life is Good за оказанные рекламные услуги. И эти деньги Life is Good уже и должен был распределять среди тех, кто оказал эти рекламные услуги. Да, я поняла ваш вопрос. Давайте я по-другому немножко, другую версию попробую вам предложить. Может быть, она будет более правдоподобной. Смотрите, есть организация Life is Good, ну, российского происхождения. То есть русскими буквами написано Life is Good. Не та, которую вы имеете в виду и которая там висит в Центробанке, на сайте и так далее. Вот с российской организацией Life is Good у кооператива были какие-то договорные отношения. Но это российское законодательство. Это никаких серых схем, в офшоры ничего не выводилось. Какие именно услуги, ну, не могу сказать. Ну, в Акведах у этой организации была рекламная деятельность. Организация, по-моему, выставок, конференции, рекламная деятельность и еще что-то такое примерно. То есть у организации Life is Good русской, российской, не той, которая в Белизе зарегистрирована. Может быть, между российскими компаниями были какие-то финансовые операции? Не могу вам ответить. Неоднозначно были, да. Просто мы дальше цепочку отсекаем, да, что из русской Life is Good деньги перечислялись в нерусскую Life is Good. И сейчас говорят, ну, а это уже третье, как бы, лицо, и к кооперативу нерусская Life is Good точно не имеет отношения. Ну, вот такая схема. Ну, я не знаю, какая схема, то есть я вам говорю то, что есть, то, что в иностранные, то есть куда-то в офшор деньги из кооператива не переводились. То есть между российскими контрагентами, вот вы понимаете, есть организация, которая существует, она там, у нее есть какие-то свои затраты, она там оплачивает, не знаю, зарплату сотрудникам платит, за свет, за аренду помещения, еще за что-то. То есть у всех компаний, которые работают, у всех организаций, есть какие-то платежи с какими-то контрагентами, и с ними есть какие-то договора на оплату чего-либо. То есть у кооператива, естественно, тоже были какие-то договора с какими-то компаниями на оплату чего-либо. Но это не было схемами в офшора. Нет, да, и я думаю, что это действительно в суде легко объясняется, что кооператив нанял русскую ЛФСГУ для оказания рекламных услуг. Все в правовом поле российского законодательства. Ну, может быть, может быть. Я не буду это утверждать, потому что если бы так прозвучала, именно так формулировка в суде, я бы вам об этом сказала. Но именно так она не звучала. Такой вопрос вообще не поднимался. Потому что на вопрос «покажите хотя бы суду, где есть факты того, что деньги выводили в ценевой оборот», этих фактов нет. Никаких пояснений не было, что вот переводили кому-то, этот кто-то, еще кому-то, этот кто-то, еще кому-то. Таких пояснений не было. Поэтому я не могу говорить о том, чего не было. Наш голосовой созвон был достаточно длинным, более двух часов. Поэтому, чтобы не делать видео слишком длинным, я разделю его на две части. На этом первая часть заканчивается. Если вы хотите участвовать в таких созвонах, то добавляйтесь в наш телеграм-чат. Ссылка на него находится под данным видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok